Продолжение следует... 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 на сколиозе. Мы обратились до многих лекарей. Я была и в Киеве. Они тоже делают такие операции. Мы поехали туда, здесь побули и решили, нам тут больше понравилось. Оперовал меня чудовый лекарь. Он до меня приходит и даже в выходные дни делает перевязки. Чудовая человек. Я так понимаю, на увазе я в мягкие ткани шмала? Да, да. В общем, сейчас на ИГХ, а потом пили. Другая хрита — это очень сложная специальность. Я так скажу, один в поле не воин. Это командная работа, очень тяжелая. Нужно пропорировать пациента, нужно выходить его, нужно следить за ним протягом многих лет. И это возможно только, когда у тебя есть достаточно эффективный профессиональный коллектив. То есть создается системной помощи. Не просто там пришел лекарь спасать. Это очень сложная, сложная работа. Поэтому мы пытаемся держаться командой во время военно-військового времени. И когда появилась возможность оперировать в Днепре, я сразу пригласил сюда членов нашего коллектива — Дмитра и Андрея. Ну вот давай посмотрим, что у тебя тут повязка, у тебя головы странного цвета. О, так что нормально, да. У нас так сталося, что Андрей — мой наставник, который, начиная с интернатуры, был моим вчителем. И он имеет очень большой влияние на мой личный профессиональный развитие. Он очень непересечный человек. Один из первых, кто начинал в Украине оперировать сколиоз за современными стандартами лечения. Он первый в мире разработал конструкцию, которая позволяет сохранить рост хребта у хворих с сколиозом. Я и Дмитра Александровича, и Дмитра Евгеньевича знаю много лет. Дмитра Александровича знаю с детства, потому что его отец был моим вчителем. А сейчас я учу хирургии Дмитра Александровича. Дмитрий Евгеньевич також знаменит больше 20 лет, с тех пор, когда он молодым лекарем после института пришел к институту патологии хребта и пасоглоби, где я работал. И мы стали работать вместе. Мы активно запрошиваем лекарей из других регионов. И на примере отделения вертебрологии мы можем показать, как в новых условиях лекаря надают высочайшего класса медицинскую помощь. В Украине известная наша ортопедическая школа. Так, лекаря из Харкова тоже знали про это. И они, во-первых, приехали в эту лекарню, где я сучасную ортопедичную допомогу. И во время общения мы пришли к выяснению, что это было очень доречное открытие этого отделения тут, в этой лекарине. В больницу никто не планирует попадать. В больницу попадают, когда уже начинает что-то болеть. Возникла боль. Вначале обратились к семейному врачу, посоветовали сделать МРТ. После обследования я попал к врачу Дмитрию Александровичу. Пообщавшись с ним, он мне посоветовал сделать операцию. После этой операции, по прогнозам Дмитрия Александровича, реабилитация займет, ну, в течение месяца будут какие-то ограничения. Затем и в течение трех месяцев нужно будет, ну, воздержаться от каких-то физических нагрузок. А в дальнейшем я смогу полноценно жить жизнь, даже можно посещать спортзал. Самое главное – пережить эту войну. Я думаю, все будет хорошо. Знаете, я є прихильником Західної системи охорони здоров'я. Я вважаю, що з усіма проблемами треба своєчасно звертатися до сімейного лікаря, який буде визначати, чи необхідно пацієнту звертатися до лікаря-вертебролога. Типові випадки, звичайно, це або діти з деформаціями хребта, різними скаліозами, кифозами, або дорослі пацієнти, особливо літні пацієнти, які страждають на дегенеративних захворюваннях хребта, що призводять до стійкої втрати працездатності або до інвалідності. Ну і, звичайно, люди середнього віка, які мають травми хребта, або якісь там, наприклад, також захворювання, наприклад, грижі. Тобто спектр хворих достатньо широкий, достатньо багато людей потребує нашої допомоги. На жаль, в нашій країні не всі знають, що є такі лікарі, які займаються такою ситуацією. До сих пір існує такий міф, що операцію на хребті робити дуже небезпечно і робити її можна тільки в крайньому випадку. Дякую за перегляд!